Ну, добрый день, во-первых, конечно! Во-первых, всё-таки! Ой, куда-то такой провалился! Ну, ничего! Да, и близко всегда прошу микрофон ко мне не ставить, потому что могу откусить! Видите, он какой! Это же довольно опасное дело! Когда я сейчас к вам ехал, ну, я всё понял, что меня ведут в какой-то партизанский лагерь! Совершенно верно! Вы знаете, по лесам, по долам, по такой дороге крутит, вертит! Но это-то что? Это-то что? Меня гораздо более убедило в этом совсем другое, что я еду к партизанам! А вот что! Это уже серьёзное дело! Если вы посмотрите на церковную прессу, посмотрите, какие проходят конференции, собрания, коллоквиумы и так далее, не только в нашей церкви, а посмотрите вообще на христианские конференции, которые идут по всему миру, то вы увидите следующую картину. Там нигде нет темы о духовной жизни! Нигде! Зачем христианам заниматься духовной жизнью? Это смешно даже! Правда ли? Поэтому занимаются чем угодно! Занимаются образованием, воспитанием, занимаются культурой, занимаются техникой, занимаются спортом, движениями разными, ну, чтобы духовной жизнью! Даже непонятно! И вдруг отец Кирилл, ваш настоятель, звонит мне и говорит, можно встретиться на тему о духовной жизни? Я так и обмёрг! Куда же это меня приглашают? Что же это там за люди? Такие, которые ещё интересуются духовной жизнью! Теперь вы поняли, почему я с изумлением еду? Еду и смотрю, куда же меня везут такой! Значит, точно я понял всё! Значит, это какой-то необычный мир с какими-то другими взглядами, интересами. Ну, одним словом, это люди, которые, видимо, ещё отсталые. Да! Вот так! Ну, поскольку уже Коля просили, ну, ты уже ничего не поделаешь. Ну, давайте попробуем, может быть, немножечко поговорить, да, что же всё-таки это такое и с чем её едят в духовную жизнь. Если мы обратимся с вами к различным справочникам, в энциклопедии, в литературу нашу, то под понятием духовности мы найдём самые разные вещи, но все они сводятся приблизительно к одной идее, к одной цели. Духовность – это что такое? Это развитый интеллект, это культура, это просвещение, это образование, это эрудиция, это умение себя вести, это нравственность. Вот что такое духовность. Вот читаешь такие вещи и убеждаешься, действительно, как далеко разошлись христианские понятия духовности, точнее, православные понятия. Почему точнее? Я уже, по-моему, сказал, что нигде такой темы просто нет даже о духовной жизни, потому что христианство современное ушло от этого, а именно как далеко отошли от православного понимания духовности отошли не просто люди, отошли, оказывается, даже церкви. Под церквами я разумею католические, протестантские, знаете, екуменическая лексика, она такова. Да, но и православные в значительной степени. Именно под духовностью, разумеет, вот то, что я сказал. И сами крестьяне именно о духовности говорят о развитости, человеческих способностей, интеллекта, его, если хотите, в высоком моральном уровне и так далее. А что ж такое духовность с православной точки зрения? Что тут можно ещё сказать? Вдруг мы встречаемся с чем-то необычным. оказывается, даже то самое высокое, что называется в этой очень большой литературе, когда мы интересуемся вопросом духовности, то то отождествляется в лучшем случае, в наивысшем случае с духовностью осуществляется нравственность. И вот здесь-то одна из серьезных ошибок. Ошибок, я говорю, с точки зрения изначального понимания христианства, изначального понимания духовности. В чём ошибка? Ошибка вот в чём. Что такое нравственность? Нравственность – это образ поведения человека, его характер поведения в окружающем мире. Какой характер поведения? Мы говорим, нравственный человек какой? Который не оскорбляет других людей, не ворует, который исполняет законы, уж, конечно, не убивает и не грабит, само собой разумеется даже, который верен, если хотите, своей семье, который ведёт себя достаточно прилично, ведёт себя даже культурно, который даже девается, если хотите, всё нормально, без всяких кричащих каких-то вещей. Но одним словом – паинька. Паинька – нормальный человек, нравственный человек. И вдруг, и вдруг мы встречаемся. Вдруг батюшка, который исповедует, и он, не называя имён, это нельзя называть, никакими даже косвенными признаками нельзя говорить о человеке, говорить так. Вот у меня многократно приходят исповедоваться люди высокого, я бы сказал, уровня не административного даже, нет-нет, а высокого культурного уровня. Музыканты, артисты, поэты, писатели, певцы, учёные, исследователи. И вы знаете, с чем я? Люди, которые безупречны, посмотришь на их биографию, безупречны в своей нравственной жизни. Ну, действительно безупречны. Очень многие. И вы знаете, с чем я сталкиваюсь, говорит батюшка? Оказывается, у них столько гордости своими достижениями. Сколько тщеславия подчас исповедуется в такой зависти к своим, к своим, если хотите, соперникам. Столько осуждения, столько, оказывается, ненависти к многим ближним. Батюшка рассказывает в ужасе, подходит ко мне люди очень нравственные. А внутри-то что происходит? Нравственность – это мир открытый, внешний. Мы можем посмотреть на человека, мы можем видеть его поведение, мы можем видеть его жизнь, если хотите. И все вам скажут – да! Вы знаете, смотрите. Правда, иногда вдруг случается. Как этот Пётр Петрович такое мог сделать? Это невероятно! Ну что? Этого не может быть! Это же порядочный человек! И он такое сделал! Я не верю! Оказывается, когда говорит православие о духовности, о чём она говорит. И само понятие духовности с чем связано? Оно связано в качестве первичного, в качестве изначальной точки, с чем связано? С Богом, который есть Дух, который по определению есть Дух, который нельзя потрогать, пощупать, посмотреть, осизать. Это Дух! Так же, как ум мы свой, но не можем же её потрогать и взвесить. Мы только его познаём, умный или глупый человек. Почему? По проявлениям, по некоторым, по характеру, его действий, его рассуждений. Бог – это и есть Дух! И, следовательно, когда мы говорим, хотим говорить о духовности, то, о чём мы говорим, говорит православие, это о степени соответствия моего внутреннего мира, закрытого от людей, как правило. Закрытого, слышите? Соответствия Богу. Что это? Подслушивает, да? Да? Закрытый мир-то помните у Достоевского униженные, оскорблённые. Что там говорит генерал? Ой, если бы только человек открыл, открыл, что в его душе, что он никогда никому не скажет, ни своим друзьям, ни своим знакомым, ни своей семье, даже, что он не хочет говорить и самому себе, не хочет даже думать об этом, ой, если бы только открылось, что у него там в душе есть, пишет Достоевский, то такое бы возникло зловоние, что и жить даже невозможно стало быть. Достоевский – это христианейший писатель. Это человек, который ещё изображал действительно душу, а не кожу. Как правило, изображает кожу человека, его нравственность. Ну, нравственность, конечно, нужна. Ну, кто же об этом спорит? Это естественно. Но нравственность – это кожа, это фасад. А что за фасадом скрывается? Так вот, православие, прежде всего, значит, когда говорит о духовности, то говорит о том месте, где она может быть сосредоточена. Это сердце человека или душа человека. Как угодно. В данном случае эти понятия часто используются как синонимичные понятия. Сердце, душа. Об этом идёт речь. А вот что там может быть в сердце человеческом? Что там коренится? Что там действует? Что властвует над человеком? О! Это как раз составляет содержание, содержание, которое действительно большую частью скрыто, иногда только обнаруживается, иногда проявляется. Вдруг порядочный человек наговорит каких-нибудь гадостей. Говорит, как это возможно? Вдруг совершит преступление, даже невозможно поверить. И так далее. Есть некий закон. Закон, если хотите. Дух творит себе формы. Этот закон о чём говорит? Что, оказывается, всё-таки духовное состояние, вот это скрытое состояние души человеческой, оно время от времени проявляется. И не просто проявляется, а ещё как проявляется. В конечном счёте, говорит христианство, именно вот это внутреннее содержание души человеческой и определяет весь характер нашей жизни. Этот характер жизни может быть весьма различным. и для вот этого вопроса о духовности это имеет огромное значение. Показать, с чем сталкивается человек, как определяется состояние этой духовности и как она может характеризоваться с точки зрения, вот если хотите, объективного исследователя, человека, который хочет понять эти вещи, и понять этот вопрос. Здесь, говоря о духовности, мы видим столкновение в каждом человеке двух вещей. Причём очень интересно. Если бы мы наблюдали за собой, то, конечно, мы это очень быстро увидели. Но столкновения какие происходят в человеке? Те, о которых писали поэты разумные, говорили мыслители, о которых бесконечно много писали святые отцы, о которых пишет замечательный апостол Павел, но суть в чём? О чём они говорят? Если мы обратимся, ну, хотя бы вспомни того же Тютчева. Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения. Какие-то две души! Апостол Павел пишет в таких словах, изображает это и говорит «Вижу по уму по уму своему я стремлюсь к вещам высоким и чистым, а в себе вижу и другой закон, который противостоит закону ума моего». Это ума чего? Верующего человека, который стремится к ценностям соответственно, высоким. «Вижу и другой закон, который противостоит ему, и он, этот закон, с огромной силой действует на меня в такой степени, что подчас я делаю то, чего не хочу, то, что противоречит моему даже уму, моему убеждению. Иной закон действует во мне. Два закона живут в человеке, если хотите, две духовности». Две духовности живут в человеке. И вот это действительно вопрос чрезвычайной важности. Какие это две духовности? Одна из них – та, которой жило человечество, живёт человечество и будет жить человечество в своей основной, подавляющей, я бы сказал, массе. сводится эта духовность к очень простым вещам. Она сводится, я бы сказал, к тому, что можно назвать образом жизни плоскатиков. Знаете, кто такой плоскатики? Вы не знакомы с ними, я сейчас вам познакомлю. Плоскатики – это которые знают только два измерения – широту и долготу. Вот, на плоскости. Которые живут на плоскости. Больше ничего они не знают. Плоскатики – люди – это те, которые полностью положены во что? Только в одно. В одно. Как здесь устроиться? Устроиться? Ну, это минимум. Как здесь получше устроиться? Это побольше. Как здесь достичь? Каких результатов? Здесь, здесь, вы слышите? Каких результатов? Так и невольно вспоминается. Знается, Авва Дорофей – это один из подвижников древних, который говорил, что жизнь, вот эта плоскатика, он называет её мирская жизнь, она стоит на трёх столпах. Какие же? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Что ещё мы хотим? Сластолюбие? Ну, конечно, ещё бы. Удобство, комфорт. Где? Естественно. Где же? В том, где мы живём. Сребролюбие? Ну, без серебра. Какой комфорт может быть? Но! Однажды один корреспондент, они, знаете, народ такой назойливый, спрашивают миллионера, слушайте, зачем вам столько денег? Миллионер отвечает, вы знаете, когда-то действительно мне было очень интересно иметь много денег, но вот теперь меня деньги уже не интересуют. Я хочу власти. О, как! И вы думаете, это последняя ступень? Нет. Есть ещё одна. Хочу славы. Правда, у кого, что первично, у кого власть, у кого слава, неважно, это, в общем-то, понятие очень-очень тесно свяжены между собой, но все они где живут, где они находятся? Вот в этой плоскости, в этой горизонтальной плоскости здесь никакой нет мысли о чём, если хотите, о самом главном. Ну, подумайте, как можно назвать человека, как можно назвать человека, которому говорят, вот как ты согласен всё-всё-всё отдать, всё, что угодно, и мы тебе дадим, мы тебе сейчас дадим, вот тебе сейчас на ладошке, если ходишь на подносике, на золотом подносике, преподнесём тебе вот этот драгоценнейший камень, который стоит, ну, я не знаю, трудно даже оценить, но ты учти, но мы в любой момент его можем отобрать. В любой момент. Какой момент? В любой. Ты отдай всё, и мы тебе дадим, и ты будешь им пользоваться этой драгоценностью. И вдруг он соглашается. Дайте, давайте, ему преподносит. Он ахнул от изумления. И у него раз – отобрали. Но это не важно, что отобрали. А как мы оценим человека, вот этот его поступок, когда он соглашается всё отдать, всё, что у него есть, только за то, чтобы подержать вот какое-то время, он не знает, какое. Может, минуту, может, час, может быть, день подержать, и потом у него это всё отбирается. Ну, что мы скажем об этом человеке? Дурак. Дурак. Суможейший. Правда? Неужели правда? Ни за что не поверю. Ни за что не поверю. Мне кажется, умник такую драгоценность подержать действительно всё отдашь. А теперь подумайте. Я всё время изумляюсь древними греками. Какие у них замечательные мифы! Вы знаете, настолько разумные, с такой интересной часто мыслью, с такой идеей. И вот один из этих то ли мифов, то ли действительно история, но очень похоже, что и действительно история была. когда один из приближённых князя сгорал от зависти к власти и почёту этого князя. Князь это видел и однажды устроил такое дело. Устроил приём, роскошный приём. Посадил этого человека, его звали Дамоку, на своё место, на царское. Сам сел, среди прочих, приглашённый. Но Дамоку сидит, оглядывается, смотрит вверх со страхом. князь. Князь спрашивает, Дамоку, почему ты не веселишься? Да посмотри, как все радуются. Ты, ты, князь, всё, перед тобой всё преклоняется, всё твоё. Ты почему такой бледный? Что с тобой творится? Правда, замечательно? О чём же это говорит эта история? Интересно, а кто из нас знает, когда он помрёт? Интересно узнать бы. Никто не знает. Неужели мы не понимаем, что мы все под Дамокловым мечом? Ах, даже не думал об этом. Неужели я под Дамокловым мечом? Да это другие умирают. А я вечно буду. Ну, значит, не вечно. Ну, буду и буду жить. Ну, не надо слов вечно. Буду и буду. Другие умирают. Какая глупость, да? Глупость? Что мы не знаем этого? Что меч висит над нашей головой? Что на тончайшем волоске и в любой момент, который мы не ожидаем и не предполагаем, как мы сплошь и рядом только и знаем, что слышим по телевидению, по радио, в газеты, в журналах? Ах, скончался Березовский! Да. И это, мы знаем, наш Березовский. Ну, конечно, ему и пора. Но это же не нам же. Только что мы только что мы обругали этого человека, который согласился отдать всё только за то, чтобы подержать эту драгоценность в своих руках. Прямо так вспоминается наш замечательный дедушка Иван Андреевич Крылов. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе оборотиться? А ты что? А ты что делаешь? Ты что, не понимаешь, что всё, что вот, ты сейчас в любой момент это может оборваться, всё, к чему ты стремишься, ко всем чинам, ко всему комфорту, ко всей славе, да чего бы то ни было, чего бы ты ни достигал, в любой момент, и ты что за это отдаёшь? Что отдаю? Вот здесь-то вопрос и наступает. Если Бога нет, а что ещё остаётся? Если вечности нет, а какой тогда смысл жизни вообще? Смысл жизни в чём состоит-то? Родиться только для того, чтобы умереть? Замечательный смысл жизни. Лучше даже не придумаешь, какая насмешка над человеческим сознанием, над человеком. Я понимаю, скотина! Только для того, и рождается, чтобы... Ну, скажу уж, умереть, ладно. Когда о человеке такие вещи, Бога нет, вечности нет, души нет, и что же? И в любой момент и тебя нет? Вечная смерть тебя ожидает, да? Какая бессмыслица действительно! Но представьте себе, что если есть Бог, если у человека действительно душа, что он не животное, не обезьян, с компьютером в голове, а есть душа, есть бессмертие, есть вечность, и тогда ой, что возникает, какая мысль! Если есть эта вся вечность, есть это бессмертие личности, есть Бог, тогда перед чем я стою? Могу ли я, могу ли я за вот всё то, чем я сейчас занимаюсь, что у меня отнимется в любой момент вдруг продать свою вечность, то и жизнь? А ведь что происходит? Сплошь и рядом. Верующие люди совершенно забывают о Боге. А если помнят Его, то только по воскресным или правящим дням. И то не всегда. Замечательная религия. Сходил, поставил свечку. Постоял, помечтал в храме. Подал те или иные записки. И так далее. А сам, а сам, каким я был, таким остался. Души своей даже не касаюсь. А о чём говорит христианство? О чём? Вся суть, вся суть, если хотите, проповеди христианские, к чему сводится? Блаженно чистое сердце. Всё внимание обращено на это. Потому что сердце – это как раз и есть то сокровище, то средоточие человека, в котором и находится эта вечность. И вы знаете любопытные слова, какие Христос сказал? Царство Божие внутри вас есть. Где внутри? Вот оно оказывается, где это внутри. Не в пятках, а в сердце человеческом. Ибо мы и живём. Чем мы можем только радоваться? Сердцем, душой. Страдаем. Чем опять? Душой, сердцем. Оно – источник жизни. Оно является сосредоточим от того, что именуется, если хотите, духовной жизнью. Там это протекает. И как же может это протекать? И что там происходит? О чём говорит христианство? Оказывается, вот здесь, в этом сердце, и происходит то, о чём так хорошо сказал Фёдор Михайлович Достоевский. Дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей. Оказывается, здесь происходит формирование духа того или другого. Можно окончательно погрузиться вот в эту суету, забыть вообще о том, что я смертное существо, забыть совсем о том, что надо мной висит этот меч до мокла, и не хотеть думать даже об этом. И думать не хочу, не говорите мне об этом. Да. А можно здраво посмотреть и понять всё-таки, и понять в конечном счёте, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы подготовиться к жизни. А здесь некий мих. Мих. С точки зрения космического времени говорят, что мы живём, жизнь человека – это одна-две секунды. Одна-две секунды. Но у нас растягивается по часу, на несколько десятков лет. Но на самом-то деле это пролетает, как мих один. В любом возрасте, спросите человеку, ну как, вы заметили, как ваша жизнь? Да пролетела, как сон! Как сон пролетела! Проснулся – и нет его. И также, следовательно, пролетит и ещё последний остаток жизни. Опять как сон. А жизнь когда же? Христианство утверждает, что человек по природе своей – это существо, которое предназначено к вечной жизни. К вечной. Что здесь – это только, если хотите, своего рода, как некий туман, что ли. Некие сумерки. Но они даны, и они имеют огромное значение для того, чтобы именно здесь человек самоопределился, что он избирает. Так вот, в человеческой душе происходит эта борьба между добром и злом. Проще сказать – между совестью и бессовестностью. Это, пожалуй, особенно важно. Я не говорю уж добро и зло. Это уже, так сказать, хотя бы вот на самом элементарном уровне именно здесь происходит борьба. И вот духовность человека, она формируется только при том условии и на том основании, когда человек действительно находит основу и понимание того, что же есть истинное добро. Для христианина – это есть Бог. Следовательно, для человека истинным добром, то есть то, что даёт ему и жизнь, и радость, и мир, если хотите, даже внешнее благополучие в той степени, в какое-то для него полезно, только при том условии, если он будет следовать вот этим нормам жизни, которые исходят от Бога, ибо он, Бог, есть начало и источник всего существующего. Он. И какой же основной закон говорит христианство? Какой основной закон нашей жизни? Таков, каким является Бог. А каким является Бог? Христианство открыло беспрецедентную истину, которую не знала ни ветхозаветная религия, ни тем более языческие религии. Почитайте хотя бы Псалтир. Самое почитаемое, самую у нас, ну, такую драгоценную, я бы сказал, даже книгу «Вся чем наполнено». Бог – судья, Бог – мститель, Бог – порази врагов и так далее. Судья – мститель, Бог – разум. Бог – творец. Но вы не найдёте того учения, которое открыто Христом. Бог – есть любовь. Никогда никто не знал об этом. И до сих пор, к сожалению, к сожалению, не знают и знать не хотят. Причина? Потому что Бог – кто Он есть? Как говорит один из великих святых православной церкви, Григорий Палама, вот недавно его было воскресный день, честь его, так, Он говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. То есть, что такое природой всего существующего? Это основной закон нашей жизни. Он есть, если хотите, вся вот эта жизнь. и человек, человек лишь в той степени может быть действительно, назову слово уж такое, ну, ладно, счастливым, только когда может быть, когда он будет жить по этим законам, если хотите, по этим нормам, нормам, по этим свойствам, которые мы находим в самом Боге. Ну, так же, как и в нашей этой жизни. Мы же все бегим от тех районов, где какие-то там фабрики с химией, со всякой. Почему? Они, оказывается, вредны для нашего организма. Это мы все понимаем прекрасно. Мы ходим всё-таки по лестнице или едем в лифтах, а не выпрыгиваем с пятого или десятого этажа, чтобы, знаете, как птичка, распластавшись, так это красиво. Зачем это – бегать по лестницам? Правда ли? Говорят, нельзя. Почему? Закон тяготения есть, этот паршивый, из-за него приходится вот бегать по лестницам. Да и сколько законов? Если мы хотим, чтобы быть здоровыми, здоровыми, мы должны следовать этим законам, законам питания, законам, каким воздухом дышать, всё что угодно. Бог есть природа всего существующего. И христианство говорит, что тот, кто действительно хочет быть, вот я скажу в широком смысле слова, здоровым, чистым, прекрасным, кто хочет быть счастливым, радостным, он должен следовать той норме бытия, бытия, потому что Бог всегда просто существует, каким является Он, этот Бог. Основной закон – любовь. Один из наших святых, Иоанн Конштадтский, он писал, жизнь сердца есть любовь, смерть его, сердца, злого, и прежде всего, против брата своего. Одно из необходимейших условий, при котором мы можем только начать говорить о какой-то духовности в человеке, оказывается, это оказание любви ко всем людям, независимо, какой он веры, уж не говорю, какой национальности, какое он положение, какое он здоровье и так далее. Нет любви в человеке, нет в нём жизни. Смерть – это. Какое, какое, если хотите, открытие даёт христианство, открывает нам, если хотите, понимание того, зачем мы должны быть, если хотите, хорошими, и почему. Ведь, понимаете, без Бога непонятно, что хорошо, что плохо. Постоянно же приходится приводить эту известную, Господи, да, стихотворенце, Кроха, сын пришёл к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Нет Бога. Если вообще не принять христианство, вообще не знаешь, что хорошо, что плохо. Точнее так, если нет Бога, то я знаю, что хорошо. Как говорят, мораль Гатентота, когда у меня украдут, это плохо, когда я украду, это хорошо. Разве это не ясно? Хорошо всё то, что мне приятно, и больше ничего. Христианство указывает на действительный, истинный закон нашей жизни, с которого и начинается, если хотите, то, что мы можем, можем назвать духовной жизнью. Это правильное отношение к окружающим людям, к нашим ближним и дальним. говорят, как это можно? Христианство даже говорит, возлюбите, возлюбите, любите врагов ваших. Как это, любить врагов ваших? Это абсурд. Так я его ненавижу. Как я могу его любить? Насильно любить же не заставишь, не правда ли? Что за чепуха? Не надо смешивать разных вещей. Любовь – это, знаете, какая гармошка? Ой-ой-ой! Вот от этого можно растянуть до бесконечности первый шаг этой любви. В чём заключается? В том, чтобы вести по отношению к человеку, которого я терпеть не могу, ну, потому что он такая дрянь, что и говорить не о чём, особенно по сравнению со мной-то. Я-то хороший, а он-то ясно кто. Вот. И я его терпеть не могу. Так вести себя так, как будто я, я действительно к нему отношусь хорошо. Первое – справедливо вести по отношению к нему. Слышите? Не мстить ему, не творить ему пакости, относиться к нему справедливо. и предельно, предельно, если я хочу, скажу так, культурно, что ли, вежливо в своём поведении по отношению к нему. Это будет первый шаг, первая ступенька, если хотите, платформа, с которой может начаться действительно то великое, что можно назвать любовью. Потому что это уже сдерживание себя, это отсутствие мести и пакостных поступков, которые я бы мог ему сделать. Это уже начало нашей любви к человеку. Вот с чего начинается, с чего начинается, если хотите, наша некая духовность. Здесь, знаете, какой интересный есть момент? Очень интересный, любопытный момент. Он связан вот с чем. Ведь, конечно, я себя всегда вижу хорошим. Даже когда я плохо что-то наделаю, ну, а кто не делает? Ну, и потом у меня очень много всяких обстоятельств, с помощью которых я оправдываю, что даже это я сделал, ну, потому что вот эта дрянь мне помешала, или этот паршивец такой-то, или обстоятельства, так и всё. Ну, в общем, я точно знаю, что я хороший. Это точно. И я надеюсь, что вы тоже самое. Все согласны, что мы хорошие. Дрянь – это другие. Это совершенно очевидная вещь. Так вот, оказывается, христианство при этом говорит какую-то странную вещь. Кстати, очень неприятную. Когда я прочитал, мне стало не по душе это совсем. Оно говорит христианству, что, оказывается, я дрянь, а не хороший. Что вообще? А я даже и не вижу этого. Ну, мне говорят, ну, как не видишь? Ты всё время осуждаешь всех. А что такое осуждаешь? Что такое осуждение? Осуждение что означает? Что я-то не такой, как он, или как она. То есть я лучший. Вот, видишь, оказывается, ты уже у тебя гордыня, вот у тебя уже тщеславие, а завидуешь. Ну, а как не позавидуешь, когда у него машина лучше, чем у меня? Слушайте, это же невозможно же, правда же? Естественно. Как ещё может быть? И так далее. Оказывается, есть способ, с помощью которого я могу убедиться, что, оказывается, действительно, я уж не столь хорош, как мне кажется. Какой же это способ? Способ и лёгкий, и трудный. И то, и другое присутствует в этом. В чём же он заключается? Оказывается, способ такой. Надо просто решиться, решиться, жить по заповедям, которые я нахожу в Евангелии. То есть жить, во-первых, по словести. И это уже всё, это беспрекословные, абсолютные правила. И дальше, и дальше, что из этого проистекает, очень многие вещи. Забираться надо внутрь себя. Не тщеславиться. Не рассказывать о себе, для чего же я хорош, и как меня хвалят. О своих великих поступках и малых. Не иметь неприязни никому. Не завидовать, не обманывать, не лукавить, не притворяться. И, Боже мой, оказывается, когда я только начинаю сравнивать своё состояние души, да даже и своё поведение, с тем, к чему призывает Евангелие, я хватаюсь за голову. Я никогда не ожидал, что я такая дрянь. Всегда думал, что я хороший. Ну, что же это такое? Хорошо. Всё. С завтрашнего дня я никого не осуждаю, никому не завидую, вот, и никому не буду делать никаких, так сказать, неприятностей. Завтрашнего дня, не сегодня. Приходит завтра. Приходит завтра, и что же? Звонок. Ну, что? Ах, эта дрянь такая, я опять натворил! Так я же обещал, я же обещал никого не осуждать. Я обещал ни на кого не злиться. Вы знаете, любопытная какая вещь-то? Оказывается, я не могу, не могу не совершать дел, которые я точно знаю, что это нехорошо. Это нехорошо. Нехорошо лукавить, нехорошо притворяться, нехорошо обманывать, нехорошо злиться, уж не говорю, нехорошо ненавидеть, нехорошо осуждать, нехорошо рассказывать о дурных поступках своих, кажется, близких, знакомых и так далее, всем рассказывать. Слыхали? Что сделала-то? Да! О-о-о! Я знаю, что это нехорошо. И знаю, почему нехорошо. Что я в веки веков не хочу, чтобы обо мне так рассказывали. Обо мне не надо рассказывать. Я расскажу о других. Я в чём убеждаюсь? Это же важнейшая вещь в духовной жизни, о чём мы говорим. Тот человек, который действительно решил жить. Жить. Вот. Правильно. Потому что заповеди, скажу вам, что такое заповеди? Это нормы правильной человеческой жизни. И больше ничего. И больше ничего. Это же не приказ Бога. Это же не приказ. Это не какой-то закон, изданный от Бога. Извольте жить вот так, вот, по полочкам. Это просто нормы, нормы правильной жизни человеческой. И больше ничего. И вот я убеждаюсь, что, оказывается, я не могу так жить. Говорят, не объедайся. А как это? Не объедся, когда так вкусно и так много. Не напивайся. А как напить такой праздник, слушайте? Да что же я за человек буду, если я не выпью как следует? Ну, что за чепуха такая? Это же не жизнь, а каторга тогда будет. И так во всём. Я хочу жить. Я иду в церковь, я исповедуюсь. Исповедуюсь. Нагрешил, действительно. Искренно хочу жить. И тут же срываюсь. В чём я убеждаюсь? Чрезвычайно важным. Оказывается, насколько я больной духовный человек. Я делаю не то, что считаю действительно нужным, что считаю правильным, что считаю честным, что считаю благородным. Нет-нет. Делаю совсем противоположное. И если в поле там увидели все люди, что я делаю, то я бы сгорел от стыда. Благо, что люди не видят. И я не показываю никому, я скрываю. Я бы от стыда сгорел. И вдруг мне говорят, а всё ведь откроется. Как? Так. Всё откроется. Что мы здесь не только делаем руками, ногами или своим языком, а что мы делаем внутри себя, в своей душе, всё откроется. Так вот, тот факт, что, оказывается, я не могу даже справиться с собой, знаете, как у человека, у которого ноги не в порядке, он бы и хотел побежать. Да не получается. Едва ковыляет. А то берёт ещё палки, идёт ещё с костылями, а уж как бы хотелось бы попрыгать и побегать. Не могу. И что? Будет он считать себя, интересно, здесь, спортсменом, бегуном, спринтером на костылях? Нет. Вот что в духовной жизни, когда я увижу, что, оказывается, я действительно не могу, не могу жить по-человечески, простите меня, именно по-человечески, чтобы мне не стыдно было хотя бы все увидели, какое есть на самом деле, тогда что происходит? Отсюда начинается то важнейшее, что нужно человеку. Важнейшее. Я невольно смиряюсь. Я-то думал, сейчас возьму и десять полу в одной рукой подниму. А оказывается, килограммы никак не могу поднять. Слышите, ничего не могу сделать. Даже делая добро, кажется, людям, и тут же тщеславие, и тут же тщеславие, вы слышите? Ни одного даже добра как следует не могу сделать, чтобы не тщеславиться, не погордиться, чтобы как-нибудь другим не рассказать, прямо или хотя бы намёком, хотя бы сказать, чтобы увидели, до чего я хороший человек. У вас во всём дрянь, и ничего не могу сделать. Вот где начинается важнейшая духовная страна человека, которая именуется начальным смирением. Оказывается, я на самом деле не могу. Не могу. Не могу не осуждать, не лукавить, не притворяться, не врать и так далее. Не могу. Что из этого проистекает? О, если бы человек обратил на это внимание! О, если бы он понял, наконец, кто он есть на самом деле! Как это важно! Когда я увижу, что я такой больной, я не буду осуждать других больных! Я замолчу, закрою рот! Как я могу судить этого человека, когда я знаю, что у меня всё полно! В больнице разы осуждают друг друга? Разве вы слыхали когда-нибудь, что вы говорите? Идиот! Нога у него сломана! У меня-то хоть рука! А у него нога! Ну и дрянь как! Это ужасно! Печёнка у него больная! А у меня селезёнка только! Да? Разве в больнице осуждают когда-нибудь за болезни? Разве кто-нибудь? Конечно, нет! Касается, вот видите, когда физических болезней, то мы ещё чуть-чуть, кажется, понимаем и не осуждаем. Как только касается душевных наших сторон, наших, если хотите, грехов, наших страстей и страстишек, наших немощей, как мы осуждаем все друг друга! Но осуждаем до тех пор, это закон, пока не увидели самих себя. У Феофана Затворника есть замечательные слова. Сам дрянь дрянью, а всё твердит. Несмь! То есть, я не такой, как прочие человецы. Слышите? До тех пор, пока человек видит себя не таким, как прочие человецы, до тех пор, пока он не увидит, что он действительно болен. Ни о какой духовной жизни говорить не приходится. Потому что духовная жизнь начинается вот с этого видения своей греховности, с видения того, что я действительно болен, с видения того, что я не могу ничего сделать, к сожалению. Отсюда начинается искренняя молитва. Только Господи, помоги мне! Помоги мне, Господи! Одна зависть только что может сделать человеку. Одна зависть! Что она даёт человеку? Ничего, кроме страданий. Страданий от чего? Что у другого хорошо. Подумайте только! Стыд и срам-то какой! И страдает человек. Оказывается, оказывается, любой грех, тот, о котором церковь говорит, что это грех, любой грех, оказывается, также приносит нам раны, от которых мы в результате обязательно будем страдать. И страдаем. Что такое грех с христианской точки зрения? Это рана, рана, которую человек наносит сам себе. Вот я солгал, всё, я уже себе всадил в занозу. Слукавил, вот, пожалуйста, ударил уже себя, не знаю, по какому месту и чем. Всё то, что является грехом, то есть поступком, нарушающим что? Вот это, это человеческую природу, мою, Богом данную природу. То, что грехом является что? Нарушение вот этой нормы отношения к себе. Любой грех есть рана, которая наносит себе человек. А любая рана, вы знаете, она может иметь разные последствия. Смотря какая рана, какой глубины, потому и говорят, грехи могут быть разные. Большие, малые. Любая рана – это не очень приятная вещь. Он, бывает же, случай, бывает случай, он молодой человек, всё, он на рыбь вскочил, скончался. Почему? Вовремя как-то не обратили внимания. Заражение крови. Он всё тут и умер. Рана – это вещь, это очень непростая вещь. Одно дело – наружные раны, а другое дело – внутренние раны. А если там что? Дух. Грех – это есть рана, наносимая самой драгоценной части человеческого существа, которой является душа человеческая. Вот, оказывается, что такое грех. И поэтому, поэтому, как важно человеку воздерживаться от этого. Но, ещё раз повторяю, тот человек, который не видит своих грехов, он от них и не воздерживается. Мало воздерживает. Тот, который не видит того, что он не может справиться, не может сам исцелить этих грехов, он ничего не делает. Первое важнейшее, я повторяю, извините, что я повторяюсь так, важнейшее начало, важнейший элемент, важнейший пункт духовной жизни – это, в конце концов, убедиться, увидеть, действительно, что же я за человек, что я за христианин, каким я был, и я даже не понимаю, то ли христианин, то ли не христианин. Потому что христианство всё на что направлено? Что у христианства, куда обращает взор человека? Я сказал о плоскатике. Да, вот эта мирская жизнь, она вся носит плоский характер. Только земля. Как только сказали христианство, сразу показывает. Третье измерение. Бог, подлинная жизнь, вечная, а не этот мир жизни, ожидает человека. И эта подлинная жизнь начинается не где-нибудь, а в сердце человеческом. Как писал один из святых, Исаак Сирин, войди в своё сердце, и ты там увидишь небо, ибо и небо, и сердце – это одно и то же. Войди только туда. Как же можно туда войти? Первое, конечно, это вот то, о чём мы сказали. Это внимание, это решение жить по заповедям Евангелия. Но это ещё не всё. При этом решении что значит? Что в этом решении содержится? Один из важнейших элементов – молитва. Молитва. Там, где нет молитвы, там религии вообще нет. Не только духовности, а религии просто нет. Потому что только молитва обращает человека от этой плоскости, поднимает его взор, его ум к небу, к Богу. Только здесь начинается религия. Иначе её просто нет. Без молитвы нет никакой возможности человеку осуществлять ну, хоть маленький какой-то этап, хоть некое движение в том, что именуется духовной жизнью. Какая молитва? Какая молитва? Ой, как это важно! Скажу, сразу скажу, с молитвой можно взойти на небо. С молитвой неправильной может сойти в преисподнюю. Не удивляйтесь этому! Мы так легко относимся к слову молитвы, так легкомышленнее, я бы сказал, так часто мы говорим молитесь, молитесь! И даже не объясняем, что это такое. Что такое молитесь? О чём молитесь? Как молитесь? Это же важнейшее дело христианина! И здесь здесь каждый должен знать и понимать, чтобы и здесь не допустить ошибки, чтобы здесь оказываться при всей церковности, вы слышите, что значит церковности? При всей церковности оказаться без всякого плода. Церковности то есть что такое? Я верующий человек, я хожу в церковь, ну и делаю всё, что там положено, что говорит церковь. И в это время я могу ни разу не помолиться, вы слышите? Можно и не помолиться, или помолиться, да совсем не так и не о том. Какая молитва является правильной? Молитва о своих грехах. Когда у Бога надо просить просто прощения, так как мы просим друг у друга, как вот друг у друга, когда мы обидим, что-то сделаем другому человеку, как мы просим прощения, так надо у Бога просить прощения. Вот что прежде всего. Разумеется, под молитвой. Следовательно, молитва какой может быть? Когда мы просим прощения у человека, мы же не отворачиваемся от него куда-нибудь, не бормочем неизвестно что, а мы говорим конкретные вещи с полным сознанием, то есть с вниманием. С полным вниманием нет молитвы там, где нет внимания. Попугай Богу не молится. И как очень часто, да большей частью, к сожалению, это беда, которая поразила христианский мир, когда вместо молитвы преподносит вычитывание молитвы. Вместо покаяния в грехах делают перед священником отчёт о проделанных грехах, совершенно нанекаясь в них. А так то-то-то-то-то-то-то-то. Ха-ха! Там, где нет внимания, там не молитва. Там, где нет покаяния, естественно, мы же обращались к Богу, опять там нет молитвы. Молитва только тогда, когда мы действительно каемся искренне или благодарим Бога за то, что Он нам оказывает Свои милости. вот только когда молитва. А в основном к чему сворится? Или вычитывание молитвы. Подумайте только, это вообще просто звучит, как, я не знаю, как что, как шаманство какое-то. Вычитывает молитву. Святитель Игнатий Блинчанинов пишет, что молитва, в которой нет внимания, эта молитва является оскорблением Бога. Он пишет так, без внимания молитва не молитва. Она мертва, восклицательный знак. Она бесполезная, душевредная. Слушайте, вот сейчас об этом поговорю, вот это интересно. Она душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот это да! Слышите, я никогда такого не предполагал. Что вдруг молитва оскорбительное пустословие, да ещё душевредное. Почему душевредное-то? А потому, а потому, потому что я вычитал молитвы, не так, как врачи. Слава тебе, Господи! Отстоял обеденку на всенышный побыл, вычитал правильца, а то ещё почитал псалтирь. Ну, слушайте, так мне надо на пьеде стало почёта просто. И я сам себя ставлю туда, вижу. Человек может... Вы знаете, ужасная вещь эта. Серафиму Романцову, архимандрит, которого только что канонизировали, преподобный действительно, пришёл один монах и говорит ему, что у меня непрестанная молитва. Он ему ответил, у тебя нет никакой молитвы, а ты привык просто к словам молитвы, как другие привыкают к руганье. Слышите, что сказал? Мы знаем, как привыкают к руганье. И, к сожалению, не только в рабочей среде, как говорят, к рабочей среде. О, если бы! Можно подчас послушать, кажется, интеллигентные люди, высшей интеллигенции, так и как они, какими только словечками пользуются. Нет у тебя никакой молитвы, ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганье. Вы слышите, к чему можно привыкнуть? Это страшная беда в результате которой сразу сколько угодно вопросов. Вот я уже 20 лет в церкви, я никакого изменения у себя не вижу. Матушка или батюшка, откуда у тебя изменения будут? А ты хоть раз-то помолилась о грехах-то своих? Подойдите, постоянно приходится подойдите к очереди, которые стоят в какой-нибудь святыне с магнитофончиком и спросите, о чём молятся. Вы думаете, кто-то о грехах молится, что ли, там? Да вы что? Зачем пойду к мощам о грехах молиться? Я там о других вещах молюсь. Я молюсь, чтобы у меня болезнь та или иная исцелилась. Это самое главное. Вот. Мне нужно здесь устроиться получше. Муж не гулял, брат не пил, дочка замуж хорошо вышла, сыночек поступил и так далее. Печёнка, селезёнка, чтобы не болела. Вот о чём я молюсь. О грехах? Чего ж я пойду к мощам молиться о грехах? Вы слышите? Это христиане. Христиане. жалко, что мы, христиане, не знаем язычество. Если бы мы немножко познакомились, то мы бы с ужасом увидели. Верно! Так это же всё молитва язычников, а не христиан. никто не против. Мы понимаем, когда трудности в жизни, трудности даже со здоровьем, что человек может молиться, но как опять? Господи, ты видишь, ты видишь, в чём я нуждаюсь, ты видишь скорбь и страдания моей души. Господи, да будет твоя воля, а не моя. Слышите? Как Христос молился в Гефсиманском саду до кровавого пота и щёба. Он-то знал, что сейчас придётся перенести. И чем молитву заканчивал? Впрочем, не моя, но твоя, Отче, да будет воля. Вот, оказывается, как? Это даже подумайте, это разве сравнить с чем-нибудь, когда на такие пытки вот он шёл и то сказал, да будет твоя, а не моя воля. Бог не осудит даже, когда мы будем молиться и о наших вот этих земных, так сказать, ну, скорбях, но как? Но как? Твоя, Господи, да будет воля. Если мы верим, что Бог есть любовь, то мы верим, значит, что Он всё знает, Он знает, что нам полезно. Я не знаю, что полезно. У меня, оказывается, аппендицит, а я требую более утоляющих таблеток, а не операции. Вроде говорят, операцию надо. Нет, 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 отойди от меня с своей операцией. Ты что, резать меня хочешь? С ума сошёл. Так и мы к Богу обращаемся часто. Очень хороший, мне понравился один рассказ. Мальчик в Индии едет на слоне, на слоне везёт там отцу, ну, что-то, обед, везёт бананы, там, что-то такое, подъезжает к джунглям, и вдруг слон как вкопанный остановился. Мальчишка начинает его бить, начинает колоть, слон не с места. Мальчишка просто весь из себя исходит. Наконец, слон берёт этого мальчишку хоботом и себе под брюхо раз, и туда его бросил к себе под брюхо. И в это время из джунглей вылетает тигр прямо на спину слона. Слон поймал, ударил, раздавил, растоптал его, этого тигра, а мальчишка выполз, давая целовать этого слона и ласкать его, и кормить его этими бананами, и чего только делай. Так и мы такие же. Надо же понять, что всё, что происходит с нами, это не случайность, что Господь это всё видит. Но когда мы на своём стоим, Господи, помилуй, Господи, дай, никогда не получим ничего. здесь гордыня, а Бог гордым противится, но смиренным даёт благодать. Можете, помните, какой был сон Рылеевой, матери Рылеева, которого повесили, декабристы? Она же рассказала потом, что с ней было, какой она совершила грех, и в котором она покаялась до конца своей жизни. Когда он был ещё мальчиком, и завалял смертельно, и врачи сказали, он умирает. И с ней началось настоящая истерика. Нет, и всё. Господи, что хочешь, делай, но это невозможно. И ей сон. И во сне ангел показывает ей, как это её мальчик вырастает, как становится гимназистом, как офицером, как потом какие-то кружки и что-то обсуждают, как, наконец, сенатская площадь, как, наконец, суд, и её сыночек на виселице. И ангел спрашивает, ну, как? И она рассказала, что я в безумии своём. Сказала, нет, пусть он будет жив. Сейчас пусть будет жив. Она рассказала это после, когда действительно кальс совершилось. Но это очень показательный случай, замечательный случай, сколько подчас нас безумия и насколько мы должны к молитве этому великому средству с какой серьёзностью относиться и с каким чувством, с каким благоговением мы должны обращаться к Богу, даже своих нуждов. святые святые говорят, лучше ничего не просить у Бога. Ибо если мы верим, что он есть любовь и премудрость, то мы верим во что? Всё, что он ничего не даст, ни на одну каплю не даст нам пострадать более, чем это нужно для нашего здоровья. Здоровья какого? Духовного, для нашей действительно вечной жизни. Если можно, то ничего не просите. Да будет, Господи, воля твоя. Молитва должна быть. Ещё раз повторяю, с вниманием, благоговением и покаянием. Только тогда эта молитва действительно будет молитвой. Она действительно пронесёт свои плоды. Она действительно даст мир душе этого человека. Мир, которого, к сожалению, так редко мы имеем, редко приобретаем. Даст исцеление человеку, его нервам, его психике, если хотите. Тогда только человек с такой молитвой может подойти и принять таинство в пользу действительного исцеления души и тела. Только тогда произойдёт, может произойти исцеление души и тела, когда вот такая молитва, а не вычитаем молитвы. Да ещё некоторые во время литургии читают. Ещё совсем уже докатиться. Так же, как, кстати, во время литургии «Тебе поем» минус мира все стоят как столбики. и этот самый момент «Тебе поем» земной поклон, священники земной поклон делают. Народ стоит. Это что ж такое? Даже таких вещей. Ну, ладно, много народу, но не делайте земной поклон или грязного. Что, если боитесь? То хотя бы глубокий поясной поклон. Великое таинство совершается. И вдруг никто ничего не делает. Ну, правда, тут виноват не народ, конечно. Вот я бы сказал, кто виноват, но боюсь, тут батюшки сидят, видят. Я не о батюшках говорю, не подумайте, пожалуйста, да. Ни в коем случае я этого не говорю, не думаю. Вот с чего начинается духовная жизнь. Если не будет молитвы, ни её не будет. Если не будет видения своей вот этих грехов, своей испорченности, повреждённости, неспособности что-то сделать, не будет никакой духовной жизни, если напротив, если напротив, мы будем хоть немножко-то смиряться в конце концов и понять, кто мы есть, что мы больные, тогда мы к другим больным будем относиться с великодушием, не будем осуждать других людей, будем смиряться, будем молиться, и тогда у нас начнётся духовная жизнь. Тогда начнётся хоть ростки уже чувства любви к людям. Слышите? Чувства любви к людям не просто холодности, а любви действительно, и не только каким людям обычным, а как, например, говорили о Макарии Великом, его называли неземным Богом. За что? За необычайную любовь к согрешающим. И мы, может быть, не будем уже осуждать, а с великодушием, с прощением будем относиться к окружающим людям. Начнётся вот этот главный исток – жизнь. Жизнь, ибо любовь – это и есть жизнь души. Вот, оказывается, как говорит правильный Иоанн Кронштадтский. Это и есть жизнь души, а зло – смерть её. Вот эта любовь-то и является высшей характеристикой, конечно, уже высокой духовности человека. Но, чтобы её достичь, ещё надо поговорить об очень многом. Но это, если только мне предоставят ещё время, примерно 24 часа, то я, конечно, могу. Но отец Кирилл не даёт, говорит, не разрешает. Что это за странности, понять не могу, но придётся остановиться. Если у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. Алексей Ильич, вопросы зачитаю я. Первый вопрос. Почему русская православная церковь не заступила за политически неблагонадёжных и морально неустойчивых, пусть и райот? Ведь смысл религии любить и прощать. Хорошо, да. Правильно. Надо, вы знаете, я вот это, сейчас, вы не подумали, что я сказал правильно. Это ирония моя. Конечно. Вот эти всех преступления, которые убивают, насилуют детей, издеваются они, почему русская церковь за них не заступается. Надо заступиться за них, а их сажают. Какой ужас! Ну, и русская церковь. Правда? Всех этих насильников, за них надо заступаться. Слушайте, эти грехи, только что мы говорили, эти внешние, мы видим эти преступники, убийцы. Здесь люди что сделали? Издевательство над святыней. Вот, что произошло. И русская церковь просто предоставила это дело правосудию, так же, как она предоставила правосудию, и вот те преступления различные, тяжкие, уголовные, которые происходят. Знаете, беда будет, одна паршивая овца всё стадо испортит. И если мы не будем, если мы будем попустительством заниматься, так, вы знаете, во что скоро привлечет наши храмы? Вы бы хотели, чтобы в вашем храме сейчас эти бы, девочки пришли бы. Да ещё бы не так, а ещё бы разделись только. Да разделись бы ещё бы. И станцевали. Ой, как хорошо. И заступить. И батюшку подумать, батюшка, заступайтесь за ним, не мешайте им нам воню прыгать. И петь, да? Я не знаю, откуда это только происходит, такие вещи. Я диу даюсь. мы не толстовцы, мы не толстовцы, которые говорят, не противься непротивлению и злу. Нет, мы должны следить и смотреть насколько можно, чтобы сохранять здравие общества и здравие людей, а не быть пособниками, пособниками всяких безобразий, которые творятся. Насколько можно, мы должны с этим бороться все, потому что церковь, это кто такой церковь? Это все и мы церковь. Вот так. Я вот так смотрю на это дело. Хорошо. Второй вопрос. Может ли Меренен жаловаться на настоятеля? Попался. Так. Потом сопряжем мы с этим вопросом. Кто является священным начальем? И третий вопрос... Ну, 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 слушай, слушай, я забуду, пока дойдешь, мне не годится так. Кому жаловаться? Что такое жаловаться? Надо прежде всего... Слушайте, мы забываем о Евангелии совершенно. Что в Евангелии написано? Согрешил ли какой брат кто? Пойди и поговори с ним наедине. Слышите? Ну, если не удастся, ну, возьми с собой, может, одного-двух разумных людей разумных людей и поговорите все вместе. Опять-таки. Ну, если такой случай есть, ну, если это уже не поможет, ну, хорошо, попробуйте тогда поговорить с самой, может, общиной, как нам быть. Слышите, какой Евангелий принц? А мы что делаем? Сразу в интернет на весь мир! Это что такое? Что за кошмар? Это по какому Евангелию мы живём? На весь... Что такое интернет? На весь мир! В Евангелии сказано, скажи, церкви, то есть своей общине только, своей общинке, вот этой, если что-то, какие-то есть проблемы, а мы на весь мир сразу какое преступление совершаем? Так, и здесь вот каков путь! И если уже действительно, если уж настоятельно что-то, я не знаю, что делает уж такое серьёзное, что тогда опять есть какое-то, тогда, пожалуйста, к соответствующей инстанции обратиться, благочинный, я не знаю, епископ, вот так. Но это всё надо делать в каком духе? В духе христианском, они в этом как часы духе какой-то злобы, который выливается, не знаю, во все стороны, на весь мир, и над нами потом смеются все. Смотрите, какие они христиане, друг друга ненавидят, а ещё проповедуют любовь, хороша любовь у них. Слышите? Какая опасность представить? Поэтому здесь надо быть осторожным и внимательным. Мы все согрешаем, и смотря здесь, смотря о чём. Надо поговорить по-хорошему. В общем, следовать надо евангельскому принципу, а не нашим эмоциям и страстям. А что там второй вопрос? Ещё вопрос, напряжённый с этим. Что делать прихожанам в такой сложившейся ситуации, когда они пострадали от священников храма? И возможно ли руководство как-то сформулировано, ну, можно сказать, что наподоблили личности? Ну, вы знаете, вот в такой общей форме пострадали от священника, я не знаю, что это значит, но повторяют то же самое. Надо попытаться тем же самым путём. С этим батюшкой тогда поговорить от священников не слушает, вот зять двух-трёх, не слушает, тогда хорошо, собрание, если возможно, провести, можно провести собрание, не слушает, тогда нужно обращаться уже к высшему начальству, если действительно так себя ведёт. Это совершенно естественная вещь. Священник тоже человек, тоже со страстями. Вот если бы нам бы откуда-нибудь с какой-нибудь планеты присылали бы священники, а то, кого мы воспитали, то и получаем. Это надо не забывать тоже. Не с неба они сваливаются. И надо тоже с сочувствием относиться. Но я говорю, в таком случае тогда можно уже обращаться дальше. Вот так. Не слышу. Прошу прощения, но продолжение к этому вопросу. То есть у нас в приходе прошли все стадии. То есть уже обращение было к богачимому и все. Но со стороны нашего батюшки, которого навременно отстранили от богослужения, то есть идёт рьяное, вот допустим, я говорю лично данный момент за самого себя, что настроение против других людей, против таких же христиан, что если они не со мной, значит, они неправы, если ты не со мной, значит, ты меня предаёшь. И этот батюшка неправедный, а я вот праведный, это лично мне были сказаны такие слова, как мне поступать. Я отошёл от этого батюшки, я так же прихожу на приход, я так же молюсь, я так же всё, но я чувствую постоянно вот это моральное давление со стороны тех как бы фанатов, я на любой по-другому не могу назвать, и давление самого батюшки. того. Хорошо, да, да, хорошо, да. Не удивляйтесь на это, что это происходит, что давление и прочие вещи, вы поступили очень хорошо, что вы перешли к другому священнику, вас не устраивает, и перейдите. А то, что, как говорят люди, Боже мой, против кого не говорят? Посмотрите, что с Христом творилось. Сколько раз собирались убить Его даже только потому, что Он ввел себя не так, как им, кажется, нужно было бы вести самого Христа. Ну, кто читает Евангелие, вы же знаете, сколько раз за то, что исцелил в субботу, выходит, совмещается убить вы слышите даже убить. А у вас ещё хорошо, вас просто осуждают только, вас просто давят. Вот, так что вы в гораздо лучше положении, чем в Христос находитесь. Что делать? Придётся потерпеть. Ну, другого пути нет. Один из преподобных очень сказал замечательную фразу, такой Тимофей Валаамский. Он замечательную фразу сказал. Может, вам понравится, и вы все запомните обязательно. терпеть не будешь, бесу жертвую будешь. Точка. Здорово. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Ильич, разрешите вам, ну, вы много на эту тему говорили, но ещё раз вернуться к этому вопросу про антиномию Гиены, если можно. Да, да, конечно. Вы часто приводите пасхальное слово Иоанна Златоуста, противоречие. Но вот есть же у самого Иоанна Златоуста в толковании его... Сколько угодно я вас сразу перебиваю. У него сколько угодно есть. Ну, вот первое название Коринфянам, третьего глава, как раз о спасении, там, спасение, как из огня. Иоанна Златоуста говорит о том, что это спасение как раз сохранение для горения, можно так сказать. То есть, душа сохраняется в огне. То есть, не уничтожаете полностью, а просто сохранение. Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Ещё раз хочу вам сейчас сказать, что по вопросу о вечности или не вечности мучений среди святых отцов существует две точки зрения. Слышите? Две точки зрения. И не только среди святых отцов, а даже в Священном Писании. У того же апостола Павла, например, целый ряд высказаний, когда он говорит, что Христос спаситель всех человеков. А уж тем более там верно. Так, и целый ряд святых отцов говорит о том, что мучения будут, но не бесконечно. святых отцов. Целый ряд отцов. Ну, если хотите, об этом пишет Афанасий Великий, Амфилохий Канийский, я говорю за епископов, да, Григорий Низский, об этом пишет Ефрем Сирин, об этом пишет Исаак Сирин, об этом вот сейчас будете, если кто желает, возьмите, посмотрите, даже богослужебные книги, он «Страстную пятницу», «Страстную субботу». Какие слова там видим? Поразительные. Вот в субботу особенно ярко сказано, царствует ад, но не вечно и над родом человеческим. Итак, значит, есть святые отцы, которые говорят, будут вечные муки. Есть другие святые отцы, когда говорят, муки будут, но не вечными. Есть святые отцы, которые говорят, говорят в разных местах и то, и другое. Слышите? Как понять? Так церковь как учит. Послушайте, ни одного из святых отцов, которые говорили или о вечных муках, или которые говорили, что муки будут не вечными, церковь не осудила ни на одном соборе. Даже когда на пятом соборе был подвергнут осуждению ориген, а подвергнут правильно, кстати, правильно, потому что он проповедовал языческую идею восстановления всего, то есть совершенно не христианскую. Так? Даже там, когда он был осуждён на пятом соборе, ни Афанасий Великий, ни Амфилохий Иконийский, ни Эпифаний Кипрский, ни Ефрем Сирин никто не был даже упомянут, ни Григория Нискина никто не был даже упомянут. Нет, что вы! Их никто не осудил. Итак, мы с вами оказываемся перед лицом совершенно необычной ситуации. Какой? И эти святые отцы говорят, и другие говорят взаимоисключающие вещи. Церковь никого не осуждает. Следовательно. Кстати, хочу сказать, что те, которые говорили как о вечности мучений, так и не вечности мучений, это были святые, которые великолепно знали Евангелие, знали великолепно. Лучше нас понимали, конечно, смысл учения Христова. Слышите? Никто из них и не думал противиться учению Христову. Совершенно ясно. Святые. Церковь никого не осудила. Следовательно. Вывод. Действительно, этот вопрос – некая тайна. Тайна, которую мы вот в этом нашем сейчас состоянии понять не может. Мы живём вот в этом трёхмерном мире. Понять не может. И, видимо, и сказать нам, сказать нам, объяснить это тоже невозможно. И поэтому мы видим одинаково церковные два взгляда, две точки зрения, которые идут вот, параллельно идут. Церковь оставила нам. Преимущество только одного взгляда перед другим в чём состоит. В частности, преимущество того взгляда, который говорит, ну, вот, который мы сейчас услышали – «Царство – это одно не вечное над родом человеческим». Кстати, богослужебные книги. Представляете? Это серьёзно. А послание Иоанна Затауса – это пасхальное послание, то есть когда исповедание веры церкви идёт, когда он исповедует веру церкви. Чем можно объяснить? Чем можно объяснить, что мы находим учение о вечности мучений? Чем можно объяснить? Иоанн Затауст, Антоний Великий, Григорий Нинский целые от отцов объясняют и говорят следующее. «Ради только грубого народа», как выражается Иоанн Затауст, сам, кстати, Иоанн Затауст, Бог в Библии, мы находим целый ряд высказываний, которые делают Бога как бы подобными нам. Ну, это то, что в богословии являются антропоморфизами. Только ради грубого народа. Поэтому мы слышим, мы читаем такие. Бог гневается, Бог мститель, Бог отмстит, Бог ходит, Бог спрашивает Адама, где ты, Адам? Помните, когда согрешил? Ну, где же Господу Богу было узнать, где Адам? Правда же? Ну, что он? И спрятался, да и всё. Целый ряд находят такие антропоморфизмы. Понимаете, в чём дело? Целый ряд, оказывается. Антоний Великий даже пишет так, Антоний Великий, Бог благ и только благое творит. Слышите, какие вещи? И так далее. Так вот, чем же объяснить, что у святого отца, у одного того же, вот Иоанн Затаус, в пасхальном слове, прямо говорит, всё, ад побеждён, смерть уничтожена, и вдруг в других местах, вдруг, говорит, пойдёте в муку вечную. Чего объяснить? А что мамаша говорит своему сыночку, да, который идёт купаться, а мамаша его не пускает? Он говорит, ну, смотри, паршивец, утонешь – не приходи! То есть, вы понимаете, тут что такое? Любовь, вы слышите? Мы должны же понять, любовь не может не сделать всё возможное, чтобы насколько, насколько это возможно только, предупредить, остановить, ну, предупредить, чтобы не делал человек этого. Так и здесь. Надо же понять. Мы же говорим, муки не вечные. А что это такое? Мы так легко относимся к мукам. Я вот помню, в Сарове был. Мне священник говорит, вот здесь, под храмом, под полом, был так называемый зубной кабинет, а там заключённые были. Когда вызывали какого-то заключённого в зубной кабинет, многие теряли сознание сразу же. Начинались пытки. Жуткие пытки. Все, кто был, а, наверное, почти все, были у зубняков и можете представить, что это такое. Так вот, Бог делает и сам Господь, и эти святые, учитывая нашу, вот, простите, я вам скажу сейчас слово, нашу какую-то потрясающую глупость. В чём заключающаяся? Ах, муки не вечные? Ура! Поживём как следует! Какая дурость! И святые по любви своей! И Господь предупреждает! В муку вечную пойдёте, если будете так жить! А Исаак Сирин, говоря о том, что, хотя гиенна и ограничена, что прибавляет дальше, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придётся перенести там. Это Исаак Сирин, который говорит о том, что гиенна ограничена, и что невозможно представить себе, чтобы Господь дал жизнь тому, о котором он точно знает, что тот изберёт зло и пойдёт в муку вечную. Слышите? Исаак Сирин называет это богохульством, представить себе такое, чтобы Бог, который есть любовь, дал, дал, зная, что если родится вот этот, что он пойдёт в муку вечную. И это вопрос, который постоянно возникает. Так вот, значит, оказывается, в церкви две вот эти точки зрения существуют. Повторяю, ни один из отцов никогда не был осуждён. А уж Пятый собор, VI век, уже все эти жили отцы. Все. Я повторяю, какие отцы? Афанасий Великий, Епифаний Кипрский, Амбилохий Иконийский, Григорий Ницкий, Ефрем Сирин. Да уже богослужебные тексты никого не осудили. То есть, церковь дала знать. Это некая тайна, тайна, которую, может быть, не можем понять. А многим нельзя и сказать, почему. Действительно, какие глупые, не вечные муки. Ну, сейчас посижу на колу, а потом и в рай попаду. Господи, Боже мой! Это что за дурость? И вот, исходя из этой вот, из-за такой глупой психологии, подчас я говорю, в вечную муку пойдёте вы, если будете так. Это первое. Второе хочу сказать. Когда говорят о вечности мучений грешников, прошу понять простую вещь, что грешники – это мы с вами. Не они, а то, знаете, они, грешники, пойдут в муку вечную. А мы-то, слава тебе, Господи! Мы, грешники! И речь идёт о наших мучениях, вечных или не вечных, а не чьих-либо. Поэтому, мне кажется, слава Богу, благодарить можно только этих отцов, во-первых. Во-вторых, церковь, которая не осудила их о том, что у нас есть надежда, что действительно мы пострадаем за свои грехи, но не бесконечно. Ой, хотя за это слава тебе, Господи! Вот так. Дмитрий Ильич, спросите, если можно, уточню еще вопрос. А как тогда вот с вопросом свободы воли? То есть, получается, что Господь в итоге нарушит нашу свободу воли? Нет, да, хорошо. Спасибо. Свобода воли появляется только тогда, когда рождается человек. А мы говорим о чем? Зачем Бог... Это не я говорю, Исаак Сирин. Как может ли Бог дать жизнь тому, о ком Он знает, что если Он получит жизнь, что Он изберет зло и пойдет в муку вечную? Так что о свободе воли можем говорить только о рождённого, а о нерождённого речь не идёт. Вот так. Хорошо. Хорошо, что спасибо, что Вы задали этот вопрос. Потому что многие, действительно, это странно, говорят, как будто я это учу. Ну, что за глупость? Я просто говорю о том, как учат святые отцы. Как говорит церковь, совсем не я. Так, пожалуйста? Вот такой вопрос. Как Вы относитесь к отчитке? Ну, Вы уже знаете, наверное, как я отношусь, да. Отношусь отрицательно и даже очень отрицательно. Причина какая? Потому что целый ряд отцов, если кто-то интересуется, ну, возьмите книжку Осипова «Путь разума в поисках истины». Он там написал. Он там привёт целый ряд святых отцов, суть которых к чему сводится? К центральной мысли, если хотите, святого Иоанна Кассианна Римлянина, который говорит, который говорит, нельзя назвать тех монахов добродетельными и истинными, которые начинают, ну, пытаются изгонять бесов и являть свою силу перед всеми людьми и показывать. Это он говорит. Обратитесь к истории церкви. Когда пришли к Арсению, нет, Антонию Великому, пришёл вельможа, один генерал, с просьбой исцелить его дочь бесноватую, Антоний Великий даже не открыл двери ему в своей келье, а сказал ему, я такой же грешный человек, как и ты, но если ты хочешь, чтобы исцелила твоя дочь, то иди и помолись, и я буду тоже вместе с тобой. Помолись! Генерал поверил. Пошёл, помолился, и дочь исцелила. Даже не вышел Антоний Великий. Сергей преподобный, которую все мы слушаем, единственный раз в жизни, один раз за всё своё, что сделал? Привели тоже к нему восемь человек, мужиков там, это, вельможу какого-то, который был бесноватый, и просят его. Так что сделал преподобный Сергий? Собрал всю братью, слышите? Вошли в храм, совершили молебен, потом опять с братьей вышли из храма, и он только благословил этого вельможа, и больше ничего, никаких отчиток. И это даже великие святые не занимались этим, не смели. А что пишут святые? Как ты, не очистившись от страстей, хозяевами которых являются бесы, пытаешься изгнать бесов из других людей, они поругаются над тобою. И действительно, в деяниях апостолов мы находим страшный факт. Когда, помните, семь сыновей первосвященника, узнав, что, оказывается, можно именем Христа изгонять бесов, начали деньжаты заработать. Ну, что вы хотите? Еврейского первосвященника. Деньги! Что же вы ещё хотите? Пошли. И нарвались. К одному пришли, а он им ответил. Знаю Христа, и Павла знаю, а вы кто такие? Набросился на них, растерзал с них одежды, и эти семь сыновей галяком дули по улице от него. Показал им, действительно, как ты, не очистившись от страстей, хочешь изгнать демонов этих страстей из других людей. потому не называем мы этих монахов добродетельными, которые занимаются этим. Знаете, что творится? Сейчас в Риме, я вот не так давно был, устроены уже несколько лет существуют курсы, по сути только, двухмесячные курсы по изгнанию бесов. Бедные святые десятками лет подвязались, очищали свою душу, получали какие дары и не занимались этим. А тут молодёжь, молодёжь, студенты, двухмесячные курсы, их учат, как изгонять бесов. Надо прочитать вот то-то, надо покрапить водичкой. Это всё в порядке. Вы слышите, до чего дошло? До абсурда! И вот, увы, сейчас перестройка, когда сняты границы идейные между Россией и Западом, и к нам потекла эта грязная волна. Вот беда-то какая! И у нас некоторые, слава Богу, что всё-таки это у нас достаточно, что всё-таки редкое явление. Вот. Как ты смеешь действительно! Антоний Великий не смел, преподобный Сергий не смел. А тут что творится? Ой, простите меня, но простите, я, наверное, согрешаю. Деньги и слава! Вот беда какая! Вот беда! Но только никому об этом не говорите! Уважаемый Алексей Ильич, вопрос такой пришёл. Как спастись в душе во время тоталитарного лицемерия и обмана? Получается, кто ищет правду, ищет работу. Ой, как все вокруг меня! Какие злодеи все! Ой, Боже мой! И режим тоталитарный! И преступление кругом меня! И разврат! И чего только нет! Один я остался, и моей души ищу. И не знаю, как мне спастись теперь. Вот беда-то какая! Спасение остаётся тем же, каким было в I веке и в XXI. Нужно поменьше обращать внимание на грехи чужих, а надо заняться собой, своей душой, своим сердцем. Пора всё-таки заняться, да моклов меч висит над нашей головой. Хватит нам обращать внимание! Когда станете политиком, занимайтесь политикой! Станете учёным, занимайтесь наукой! А когда мы занимаемся, каждый должен заниматься своим делом, а мы всё, мы сразу решаем все проблемы, не только в своей стране, глобальные проблемы и требуем навести порядок во всём мире. Ещё раз повторяю, чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот так я считаю. Здравствуйте, Алексей Ильич! Благодарю вас, что вы к нам доехали. Очень важное событие для меня. Вопроса два, если сможете, или один. В этом месяце похоронила родного отца и столкнулась со следующей ситуацией. И здесь мой духовник в России говорит, и читая в духовной литературе в помощь православному, как правильно захоронить усопшего, крест в ноги, дальнейшее второе пришествие и так далее. Как это будет? Приезжаю на Украину хоронить отца, там местный священник говорит, первый у нас даже в храме не принято отпевать, но в конечном счёте соглашается с моей просьбой и делает это. И на кладбище категорически, указывая мне на свой крест, показывает, что здесь у нас хоронят с крестом в ноги только священников. Вот о чём указывает даже крест, как Адам, размещён на кресте. Собственно, я скажу, как я поступила, исходя из того, что я читала в православной литературе и то, что сказал мне российский духовник на перекор украинскому священнику, я поступила таким образом. Всё-таки крест в ноги, хотя даже человек, который закапывал, боролся со мной до последнего. Получила сложную ситуацию на кладбище, ну, просто осуждение среди даже присутствующих провожающих. Было очень тяжело. Помогите успокоить душу, всё-таки правильно ли я поступила. И вопрос второй. Если есть какая-то помощь страдающему человеку никотинозависимостью, молящемуся слезно, после очередной слезной молитвы какое-то душевное такое волнение и ощущение вины своей греховной, что всё-таки хочется снова совершить этот грех и взять эту сигарету в руки, даже после молитвы. Спасибо. Ну, хочу вам сказать, что вы напрасно придаёте такое большое значение этой внешней стороне, в частности, погребения. Я думаю, что вы поступили правильно. Я думаю, что вы поступили правильно. Вот. И то разногласие, которое вы видели, мне кажется, это разногласие, вернее, того священника на Украине, это его личная точка зрения, а вовсе не церковная. Поэтому вы поступили в целом правильно. Но скажу вам, и это, может быть, и отнесётся ко многим другим вопросам, не придавайте особенно большого значения значение вот этим всем внешним формам. Они условны. Это обычай. Это не догма. Это не вера. Это не спасение человека. И даже не помощь спасения. Даже если бы поставили крест иначе, это бы ни в коем случае не повлияло на судьбу умершего. Знаете это? Эти внешние формы не меняют нисколько судьбы. Это всё внешнее. Так же, как ходили у нас с крестным ходом по Солонь, то есть по Солнцу. Потом стали ходить с крестом против Солнца. Неужели думаете это имеет какое значение? Это же церковная дисциплина, которая не имеет ни малейшего значения для спасения человека. Но дисциплина всюду нужна. Крестились двумя перстами, потом стали тремя перстами. Сергий преподобный скорее всего двумя крестился. Серафим Саровский тремя крестился. Как церковь весь ее очерк, ну, пожалуйста, так и будем. А первые христиане пятью окрестились и одним пальцем. Не предавайте, пожалуйста, не беспокойтесь об этих внешних формах. Нужно просто следовать той дисциплине, которая есть. Вот сознательно противоречить, конечно, не стоит. А следовать нужной дисциплине. Вот и все. Так что, будьте спокойны. Я думаю, ничего худого у вас нет. В отношении же укурения, я вам скажу, это еще такой грех, я вам скажу, не из таких уж больших грехов. Вообще, грехом что является? Все то, что вредит нам. То, называется грехом. Вот возьмете молоток, поставите свой палец и ударите по нему. Вы совершите грех. Зачем вы это делаете? Нельзя. Нельзя вредить себе. Грех – это то, что вредит человеку. То есть, что значит? Вредит его телу. Поэтому церковь говорит – не объедайся, не пьянствуй, не кури. Только по этой причине. Вот же такой грех. Зачем ты вредишь себе? Грехи есть душевные, мы о них тоже говорили. Грех есть вред. Но грехи тоже бывают разной тяжести, разной степени. Поэтому, ну что же, ну, человек не так просто справится. Вот я говорю, я уже сколько раз принимал решение больше никого не осуждать. И буквально через пять минут это дело. Так что уж не будем осуждать особенно, но дай, помоги Бог, каждому бороться с собой. Вот так. Алексей Ильич, значит, вопрос о понимании Евхаристии, то есть заклание Христа или приложение святых даров. Вот в Отечнике составленном Светителем Игнатием находим из речения у Арсения Великого. Когда эрмонах растер руку, чтобы преломить хлеб, на святой трапезе сошел с неба ангел Господний с ножом в руке, заклал младенца, кровь из него излил в чашу. Когда эрмонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на мелкие части. Проясните, пожалуйста. Ну, это не только это. Есть и ряд других моментов. Первое, я вам скажу, мы должны, по крайней мере, понять хотя бы уже, что какое значение имеют эти образы, эти явления. Они имеют, это очень важно, они имеют какое значение? То, что здесь совершается великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что здесь мы причащаемся самого Христа. Так? Вот задача. Для каждого человека, для удостоверения человека разные образы есть, в которых убеждают его. И Господь, видя устроение человека, каждому даёт своё. Для кого-то, вот для кого это было открыто, это явилось удостоверением. Для другого это может никаким удостоверением не являться. Поэтому Господь даёт только те, кому это можно. Понятно для чего? Чтобы понять, что здесь действительно великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что мы причащаемся действительно Христа. А теперь, чтобы показать, что это действительно только образ, имеющий, как говорили, адгоменом, то есть, применительно к человеку, подумайте только, разве мы верим в закланного младенца Христа? Это откуда же такое учение? Тогда мы бы должны, что, тогда зачем же Ифлиемские эти, помните, тогда бы ему прям бы, прям бы хорошо бы, когда Ирод сказал, всё, и Христа бы убили, и всё в порядке? Нет! Не у младенца Христа мы будем. Жертва Христова совершена Христом. когда он был в полном сознании, в полном развитии, когда он в полной человеческой развитии совершенного, а совсем не младенец. Это же, надо понять такие вещи. А все такого рода явления все связаны с чем? С младенцем. Представляете? Почему? Чтобы ещё раз говорю, подчеркнуть, подчеркнуть человека. Это первое. Второе, второе, дело вот в чём, что если мы посмотрим, что говорят святые отцы о понимании тела и крови Христовой, которой мы причащаемся. Слышите? Мы причащаемся истинного, слышите, истинного тела, истинной крови Христовой. Что это значит? Читаем. Многие отцы просто не объясняли, говорят и всё. Другие, которые объясняли, объясняли, о чём говорят. Лучше, может быть, ну, кратко скажу хотя бы. Ян Дамаскин, это уже седьмой век, подвёл итог святоотеческому учению. Что он говорит? Хлеб Евхаристии, он называется, хлеб общения. Хлеб, не простой хлеб, а соединённый с божеством. Слышите? Не превращённый, а соединённый с божеством. И это он приводит, он приводит в великолепный образ из, берёт из пророка Исаии, который пишет, и Иоанн Дамаскин пишет, как огненный уголь, горящий уголь, состоит из двух вещей, говорит, из огня и угля, так и Евхаристия, слышите, состоит из двух вещей, из хлеба, из хлеба и божества Христа. А Иоанн Затауст, тот, кто пишет уже вообще, просто решительно и полностью пишет, пока мы видим только хлеб и вино, они остаётся таковыми. Как только же мы совершим возношение и молитвы, то то по нешествию Святого Духа мы называем этот хлеб и вино телом и кровью Христовыми, запятая, но естество хлеба остаётся. То есть, природа хлеба. Понимаете, чем мы отличаемся мы от католического учения? Мы говорим, что происходит непревращение, это не алхимия, непревращение, а телом Христа уминуется. Почему? Всё то, что соединяется с божеством Христа, является его телом. ну, выключите, ну, что в этом, да. Ещё раз говорю, всё, что соединяется с божеством Христа, божество Христа с чем, что воспринимает, это становится его телом. Так что, этот хлеб есть его тело. Ну, слушайте, ну, что же вы? Ну, отключить, неужели звук нельзя? Это же просто же. Вот. Вот так. Вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. Алексей, извините, пожалуйста, по поводу понимания Феофилакта Болгарского. Значит, он пишет, что Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса и так далее. Это не он, это и православное исповедание веры, да. Повторять, да, да. Ну, так вот, вот, слушайте, это вот, я об этом вам сейчас скажу, да. Так вот. Значит, Иоанн Затаус пишет об этом. Это тот Иоанн Затаус, литургию которого мы до сих пор служим. Василий Великий тоже сам употребляет понятие приложения, метавали, а не присуществления. То есть, ни о каком превращении даже речь не идёт. Вот. Но, теперь я хочу ответить на это. Православное есть исповедание веры в восточных патриархах. Документ XVII века, в котором мы читаем слова, я думаю, многих они поразят, поскольку человеку неестественно вкушение неварёного мяса, а человеку необходимо приобщиться телу и крови Христовой, то нам преподается это под видом хлеба и вина. Слышите? Никогда в церкви такого учения не было, чтобы мы причащались неварёного мяса Христа. Я не случайно вам сказал, что это документ XVII века. идея присуществления, то есть превращения вещества одного в другое, возникла, была, ну, не буду историю все рассказывать, было догматически закреплено в римско-католической церкви на Тридентском соборе в XVI столетии. Понятно? Православие вообще никогда не знало этой идеи. Слышите? Никогда не знал. Самого понятия относящегося к Евхаристии никогда не существовало. В 1453 году Византия пала. Всё. Не стало Византией. Стала Турцией, которая до сих пор является ей. И что началось? Куда даже греки ездили учиться? Куда? В Италию? На запад. В католические школы. И вот, как говорят наши исследователи, особенно такой компетентный исследователь, я бы сказал, афонский монах, который прожил 20 лет только на Афоне с лишним, и который действительно великолепно знает греческих отцов, архиепископ Василий Кривошеев, он пишет, со скорбью пишет, вот этот документ 17 века, так называемое исповедание, ну, не так называемое, только исповедание православной веры восточных патриархов, один из самых прокатолических документов, который мог написать даже такие страшные вещи, что будто мы причащаемся невареного мяса Христа. Это жутко даже услышать, что мы допьём натуральную кровь Христа. И теперь скажу последнее. Можно только удивляться на тех святых отцов первых веков, целый ряд этих отцов, которые один за другим говорят о следующем, что все вещи материального нашего мира все единосущны. Слышите? Хлеб, тело, камень, животное, растения единосущны. Это поразительно, что они об этом пишут. Это пишет Афанасий Великий. Слышите? Анастасий Синаид. Целый ряд отцов пишут просто поразительно. Един. Только в ХХ веке учёные увидели, что, оказывается, верно весь материальный мир единосущий. И если хотите, вот из этого может сделать и золото. Только это будет так дорого. Невероятно. Вся материя одна. Пожалуйста, из меди можно сделать золото. Вся материя единосущна. Слышите? Следовательно. И Григорий Низкий пишет, что такое тело Христово? Что это такое? Говорит он. Это хлеб и вино. Потому что это одно и то же. Поэтому сама идея присуществления, она уже теперь только в XX веке даже с точки зрения науки показала свою абсурдность. Но термин этот вошёл в православие очень поздно. Я вам говорю, 15 веков вообще полторы тысячи лет православие даже не знало не только этой идеи, даже термина этого не знало. К нам в русскую церковь этот термин уже практически вошёл и в богословскую литературу только в XIX веке практически уже вошёл. А архиепископ Василий Кривошейн пишет в катехийце митрополита Платона в первой редакции катехийца даже митрополита Филарета не было этого термина. Они всегда употребляли наше исконное православное. То, что мы видим у Иоанна Затауста в литургии Василия Великого метаволи, приложении святых даров. Но этот термин вошёл. Мы употребляем и можем употреблять и этот термин, но никак не учение. Никакого превращения на Святом Престоле не имеет места. Святой Престол – это не алхимический котёл, в котором одно вещество превращается в другое. другое. В принципе, не может быть присуществлений, потому что хлеб и тело по своей сущности одно и то же. Вот в чём дело. Вот, оказывается, какое... А эти образы, это образы такие в истории встречаются неоднократно. Когда были видения, видения такие о заклании младенца, они убеждали... Помните, вот Григорий Двоеслов там просморгится? Как это называют телом Христом? Я сама пекла эти просморы! Да, и вдруг он говорит это тело Христово. Вот ей было такое. Ну, как Иоанн Затауста говорит, для простого, грубого народа Господь иногда даёт вот такие знамения, чтобы ну, чтобы ну, показать людям, что мы действительно причаемся Христа, а не простого хлеба, который у нас на столе лежит. Вот так. Алексей Ильич, как Вы считаете, действует ли на младенца таинство причащения и действует ли таинство собора на человека, который находится без сознания в реанимации? Ну, я бы скажу так. Вы учтите, что благодать Божия – это не птичка в клетке. А что такое птичка в клетке? Она или есть в клетке, или её нет. Сумели – поймали, она вся там. Не поймали – её вообще нет. Благодать действовать может быть с разной силой. Может, чуть-чуть, а может, с такой силой, что он, как Серафим Саровский, осветился, как Солнце, смотреть невозможно. Так вот и здесь, когда речь идёт о причине детей, мы должны понять общие, так сказать, общие правила. Святые отцы что говорят? Бог не может спасти человека без воли самого человека. То есть, без меня – меня спасти. Но без меня – меня женили. Помните такое? Так? не может спасти. Если бы это было возможно, так он бы спал бы тут же Адама согрешившего, вот и всё. Не может. Такова воля человека, такова его свобода. Ребёнок что имеет? Он имеет какое-то понимание, когда его причаивают? Нет. Как же быть? вот здесь-то и возникает очень серьёзный вопрос. Ребёнок, пока он в чём наденется, он является, если хотите, частью родителей своих. Частью их. И поскольку ребёнок не имеет этой воли, не имеет свободы, кто может заменить, если хотят родители его тоже причастить? Кто? они, родители, они должны подготовиться как воле и сознание, так как положено к причастию и причаститься. И ребёнок тогда причаститься, причащайтесь с ним, тогда ребёнок действительно получит ту полноту благодати, которая исподобляется его родителями. Родители. Вот так. В противном случае, когда нет ни воли, ни разумения, тогда что? Что будет с мышкой, которая вдруг нечаянно съест частицу святых дорог? Причастилась? Так вот, оказывается, поэтому, кто хочет причащать детей, детей, надо не просто от телевизора к чашу, а надо самим поготовиться, если мы хотим, чтобы действительно это причастие было действительно полезно, чтобы благодать действовал максимально насколько можно на этого ребёнка, а не просто так. А вот когда причащают просто так, то смотрите, что чуть не каждое воскресенье носится, причащают. 13-14 лет? Где же они, эти дети, которые все уже во Христе должны быть совсем? Как где? На дискотеке. Поняли? Благодать нельзя загнать, знаете ли, одним актом. Надо не забывать, что пишет Ян Затауст. Иуда причастился на тайной вечере, но с этим причастием вошёл в него не Христос, а Сатана. Мы об этом совершенно не хотим думать. Мы всё нам только вот главное сделать. Можно сделать. А что пишет Серафим Саровский? На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Нам это хочется? Так мы хотим, чтобы наши дети действительно причащались. Для этого тогда, дорогие родители, потрудитесь над собой. Да, вы тогда не сможете, конечно, каждую неделю причать ребёнка. Не беспокойтесь, он свят ребёнок. С ним ничего не произойдёт от того, что вы не сможете каждую неделю. А вот хотя бы раз в месяц, но подготовьтесь сами и с ним причаститесь. Вот тогда для него будет действительно великое благо. И для вас, родители, и для ребёнка вот будет польза церковная. А то только детей носят, причащают, там ребёнок ещё по всю противится, его насильно причащают. Прямо печень такое, что мы насильно загоним в рай. Вот до чего мы доходим. в районе Спасибо. 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 Вопрос такой. Вот у меня родственники есть староверки. Они крестились староверческой церкви. Но они уже умерли, зашли умерли в город. Я как бы там и священникам разговаривал, что я могу записки подавать в церкви по покоению. Но только она передача по канаде встает. Один священник сказал, это как бы их уже как бы проблема. Ему только телейно можно молиться за них. Но потом я спросил как бы ещё было такое, что дни немногих что нет, я могу подавать записки об Благовении. Вы уже ответили вопрос немножко, что и Серафим Саровский магов с двумя перстанет, а Сергей Рудонежский двумя перстанет. Вот хотел бы услышать этот ответ. Дело вот какого рода, что вопрос стоит не о внешней стороне, а о нашем отношении к человеку. Вот все спрашивают, можно ли подавать, нельзя ли подавать. Тот, кто ходит на литургию, уж не говоря о других богослужениях, а даже на литургию, это главное богослужение православной церкви, те слышат, что возглашает или священник, или где есть протодиакон, дьякон, что только к чему призывает народ этот дьякон. Вы знаете, к чему призывают? Это ужасно. Ужасно. Ищем, молимся о богохранимой стране нашей. Это хорошо. А дальше о властях и воинстве и я. Да вы знаете, кто в властях? Да вы знаете, кто в воинстве? Там не только сколько угодно не православных, не только не христиан, не только представители других религий, не только атеистов, а, наверное, и сатанисты есть. И мы за литургией будем молиться за этих некрещенных, за этих некрестей. Да? Что делает дьякон? Я всё время смеюсь нашему дьякону и говорю, слушай, тебя пора уже, знаешь ли... Да. А вот удафе. Ты что же это призываешь людей за литургией молиться за кого? В властях и воинстве. Ну, кто сомневает, что там есть кто угодно? Ну, никто, я думаю. Из-за литургии? Это не что-нибудь записочка вам. Это похуже, когда на весь храм возглашают, да ещё такой зычный какой-нибудь. Ещё молимся. Да. Вот так. Как мы... Нельзя смешивать я вам скажу, правила, некоторых церковных правил сутью дела. Ну, конечно, я думаю, за старобрядцев конечно можно подавать записки. Я уверен в этом. Нисколько не сомневаюсь даже. Вот. Единственное, что я скажу, что на проскомедию надо, конечно, воздерживаться, то есть, ну, нельзя. По правилам просто церкви подавать о некрещённых людях. Ну, нельзя. Просто потому, что проскомедия символизирует что? Вот принятие человеком, вход в церковь его вот таким внешним образом, через крещение. Вот так. Просто правила это церковные. А молиться, да ради Бога за всех молитесь. И записки-то, конечно, подавать можно, но кроме, я говорю, вот особого чина, который есть у нас в церкви, это называется проскомедия, когда вынимаются частицы просвоения. Но это вам батюшка всё объяснит. Так что можете быть спокойны. Вот так вот, да. Так, что, ещё вопросы? О, Боже мой! Простите, а не сомневаюсь. Вы про воинство упомянули. Про кого? Про воинство. А, воинство, так, так, давайте. Грех ли убивать на войне или по приказу? Нужно ли каяться человеку в этом? Если нет, то почему тогда убивавшим на войне нельзя становиться священником? Дело в том, что на войне грех не убивать. Если тот солдат, который возьмёт и положит автоматик свой и всё, так, ручки сложит, он предатель, преступник и совершает тяжкий грех. Потому что в данном случае на войне идёт речь убийства не людей. Вы слышите? Идёт борьба не с людьми, а с носителями того зла, который идёт на наш народ. Понятно? Что вы думаете, а слявы перед светом, что ли, убивали людей, когда преподобный Сергий послал? Да нет! Носители зла они друг друга никогда и не знали! И на войне что, не знают друг друга, что ли, кто-то? Кто-то кого-то оскорбил, обидел, что ли? Это убийство когда? Убийство, когда зло против ближнего, против человека. Вот в чём состоит зло! А не в пролитии крови, а не в смерти как таковой. Совсем нет! На войне идёт борьба с чем? Со злом, которое движется на мой народ! Вот! И я это зло... И я поставлен промыслом Божиим защищать свой народ! Я, может, первый погибну на этой защите! И если я не буду здесь защищать народ, уничтожая зло, слышите, в лице этих людей, это неважно! Человек, танк, самолёт, пушка, ну, какая разница? Что вы думаете, людей, что ли, подрывают? Или танк? Людей, что ли, уничтожают? Или самолёт сбивают? Так и здесь то же самое! Поэтому совершает преступление тот, кто не будет защищать. И да, к сожалению, да, убивает. Почему не может быть священником? Причина очень-очень простая причина, что священство по самой идее – это нечто, нечто святое. Отсюда священство. то есть освященны. На войне вы же сами понимаете, любое, любой бой, любая стрельба и прочее всегда сопряжен с чем? С нашими эмоциями, с чувством. В какой-то степени у нас, конечно же, присутствует этот элемент. Элемент – вот сейчас я его паршив, состреляет и стреляет, сейчас я его подстрелю самого. Понимаете ли? И гнев присутствует, и неправедный гнев, и так далее. То есть связано вот с пролитием крови, и поэтому священником он быть не может. Священник – это нечто особо чистое. Если вы почитаете, что пишет Ян Затаус о священстве, о, Боже мой, священник должен, душа священника должна быть, цитирую вам, чище самих лучей солнечных. Понятно поэтому? почему, когда уже такие явные вещи, которые связаны действительно с пролитием крови, где может присутствовать и неправедный гнев, ну, естественно, разозлился человек и так далее тут, на войне всё может быть, да, воздержись. Вот по какой причине он не может быть священником. Ну, что же, благодарю вас, спасибо вам большое за ваше внимание, за ваш подвиг в слушании меня. Всего вам доброго! спасибо! Спасибо!